Сегодня мы поговорим об искусстве составления букетов. Первоначально композиции цветочные к нам пришли из древнего Египта, древнего Рима, и они использовались в основном в ритуалах. Но на сегодняшний день применяются как подарочные букеты, так и в оформлении интерьеров используются. Флористические букеты могут быть разных форм. Например, круглый букет, он делается по спирали, может быть спирали по часовой стрелке, может быть против часовой стрелки. Свободный состоит из нечетного количества цветов, то есть там 3, 7, 9. Односторонний букет, он состоит из ярусов, то есть задние ряды, как обычно бывает, они более длинные по размеру. И чем ближе к зрителю, тем меньше сам цветонос. Линейные букеты отличаются тем, что в них используются ветви, бамбук может использоваться, то есть создаются какие-то вертикали. И массовый букет. К массовым букетам относятся обычно пышные букеты, состоящие из большого числа цветов одних или разных видов. Сегодня мы составим круговой букет, будем использовать несколько видов цветов. Вообще, в принципе, желательно в букетах не придерживаться правила, что алиповатос какую-то добавлять, очень пестрые композиции делать. Желательно и по тонам приближенные, чтобы они были, и по видам. Ну, есть, конечно, на контрасте играющие букеты, но это отдельный разговор. Сегодня у нас используются два вида роз, тюльпаны, гвоздики. И дополняющими элементами являются листья салала и аспидистры. Нам потребуется садовый секатор и атласная лента для обвязывания букетов в конце. Первоначально нужно удалить все ненужные листья, которые нам либо мешают, либо уже сломаны, то есть они удаляются. Можно вручную, либо используется флористический нож. Верхняя часть у нас остается листья, а нижняя, которая будет находиться в букете за связкой, она убирается. Ну, вот у нас тоже поломанный листик. В принципе, он не будет получать воду и только наносить вред. Поэтому мы его убираем. Центром композиции будет являться роза. Поэтому вокруг нее мы начинаем по спирали накладывать и формировать наш букет. То есть мы пойдем против часовой стрелки и начнем с гвоздик. Обычно букет держится левой рукой, который составляется, а уже все элементы, которые мы добавляем, мы это делаем правой рукой. Но, в принципе, если нужно, то можно перемещать из левой в правую руку для удобства. Сборка букета происходит по спирали. То есть мы добавляем каждый раз против часовой стрелки новый элемент и одной рукой держим его в точке, где в дальнейшем будет фиксироваться лентой. Желательно формировать букет с зеркалом. То есть свою композицию надо рассматривать еще в зеркальной поверхности, чтобы понимать, насколько она гармоничная. Где-то что-то может нужно добавить или наоборот убрать, либо какие-то компоненты как-то перенести. Эта активная часть нашего будущего букета является центром композиции. К ней начинаем добавлять элементы также по спирали. Я сделаю тюльпаны немного выступающими над композицией, чтобы была видна зелень. Далее мы добавляем розы. Они должны находиться примерно на одном уровне с гвоздиками. То есть получался, чтобы один объем. и завершаем обрамление гвоздиками. То есть у нас вокруг букета идет окантовка бордового цвета. Удобство кругового букета в том, что можно двигать элементы, смещать их и смотреть, как более выигрышно будет смотреться в итоге наша композиция. То есть я могу либо глубже элементы какие-то поставить, либо их, наоборот, выделить на передний план. Для обрамления мы используем лист аспидистра. И в итоге мы перевязываем наш букет атласной лентой в несколько обмоток. мы поправляем элементы, которые считаем, что находятся не на своих местах. Осматриваем наш букет и подтягиваем некоторые стебли и в итоге мы удаляем ненужные стебли. Это мы делаем с садовым секатором. В принципе разные цветы, цветочные культуры, они имеют разный срок годности, так сказать, после срезки. То есть по-разному ведут себя в комнатных условиях, когда уже оказываются у нас дома. В магазинах мы видим, что применяются специальные камеры холодильные, в которых они хранятся. Дома таких условий нет. Поэтому над этим вопросом мы должны задуматься, как же их сохранить, правильно? И когда вы получаете в подарок букет, желательно первоначально, так как привезен он с улицы, скорее всего, поместить его в коридоре, то есть в тех условиях, где еще есть перепад температур. То есть чтобы была такая небольшая акклиматизация, чтобы цветы привыкли к домашним условиям. А в дальнейшем уже можно перенести внутрь и производить какие-то действия. Там обрезать листья, укорачивать стебли и так далее. Желательно следить за состоянием воды в вазе, чтобы она находилась в свежем виде. То есть желательно через день менять воду, промывать вазу с содой и очищать стебли растений от слизи, которая образовывается. Необходимо после того, как вы принесли букет домой, его обработать. Нужно срезать 2 см, то есть укоротить стебель под холодной водой и затем в течение всего периода, пока он будет находиться дома, каждый день обрезать где-то на сантиметр стебель. И также удаляются нижние листья. Это делается для того, чтобы цветонос был меньше по размеру и вода быстрее поступала к бутону, чтобы он дольше оставался свежим. Чтобы вода скорее поступала к бутонам, следует расщеплять кончики цветоносов и опускать их в вазу с водой. Для букетов лучше использовать дождевую или талую воду. Но также в домашних условиях можно применять фильтры обычные, либо активированный уголь или монетку серебряную, которую положите на дно вазочки. К более профессиональным методам относятся добавление в воду раствора кризала. Также для разных видов растений существуют примитивные методы сохранения их свежести. Например, для роз применяется сахар или одна таблетка аспирина на 10 литров воды. Это же применимо и к гвоздикам. Для георгин используется слабый уксусный раствор, для астр применяют спиртовой раствор, одна чайная ложка на литр воды. Чтобы тюльпаны оставались свежими или возобновить их свежесть, необходимо окунуть растения под горячую воду. Подарок в виде букета всегда приятен, особенно если он сделан своими руками. Редактор субтитров А.Семкин